Вот так должна выглядеть каждая бригада дезинфекторов. Защитный костюм, водонепроницаемые перчатки, очки и респиратор. Каждый день сотрудники управляющих компаний имеют дело с хлор содержащими жидкостями, то есть подвергают свое здоровье опасности, чтобы не допустить распространение коронавируса. Обрабатывать все поверхности, до которых чаще всего дотрагиваются жильцы, и после вытирать их насухо ветошью, чтобы избежать повреждения кожи. На мастер-классе от госжил инспекции руководители управляющих компаний. Полученные знания придется донести до своих сотрудников, чтобы нареканий по санобработке стало меньше. Забывают какую-то поверхность протереть, не протирают скрытые поверхности, то есть с обратной стороны перил, не протираются верхние поверхности ящиков, просто уборщица не может дотянуться, потому что у него рост не позволяет. Дезинфекция без уборки, пустая трата времени. Это должен знать каждый сотрудник управляющей компании. Прежде чем обработать поверхности, подъезд нужно как следует вымыть. Уборка и дезинфекция – два взаимосвязанных действия. Если уборка качественно не проведена, значит невозможно провести качественную дезинфекцию той или иной поверхности. Если есть загрязнение, есть пыль, есть грязь, значит дезинфицирующий раствор не сыграет свою надлежащую роль. Навыки дезинфекции коммунальщики продолжат оттачивать в ежедневном режиме. Особое внимание по-прежнему будут уделять первым этажам, через которые проходят все жильцы дома. Остальные будут мыть в штатном режиме раз в две недели. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.